Добровольческие батальоны Это интервью одного из боевиков Азова, который попал в плен. И сейчас, как вы видите, Евгений уже на прямой связи со студией. Евгений, расскажите подробнее, что вам удалось узнать? Действительно, солдат батальона Азов, теперь это не батальон, правда, а полк, сдался добровольно в плен в районе населенного пункта Широкино. Это Мариупольское направление. Более того, рассказал о том, какие задачи были поставлены перед боевиками этого добровольческого батальона. Военнослужащие Азова должны были нанести отвлекающий удар по Широкино, для того, чтобы оттянуть силы от дебальцевского котла и позволить украинской группировке выйти из окружения с меньшими потерями. В частности, была поставлена такая задача, взяли населенный пункт Широкино без боя, так как там не находились ополченцы. Но после того, как Евгений Чуднецов, а он сам родом из Макеевки, является националистом, был близок к различным радикальным околофутбольным организациям, именно поэтому и пошел в Азов. После того, как он увидел, как украинская армия относится к мирным жителям Донбасса, решил добровольно сдаться в плен, и ему была предоставлена такая возможность. Более того, сейчас он и после допроса нам рассказал, что в батальоне Азов 80% личного состава, это члены радикальных националистических организаций, люди, которые не скрывают свои убеждения. Сам военнопленный показал татуировки, это националистические татуировки, и рассказал о том, что в подразделении активно действуют иностранные наемники, более того, работают иностранные инструкторы. В частности, по словам военнопленного, медицину преподают граждане Соединенных Штатов Америки, тактические предметы преподают граждане других государств, в частности Грузии, и стран Скандинавии. Вот что военнопленный рассказал об иностранных наемниках. Численность наемников? Численность наемников, я думаю, около 30 человек. Около 30 человек? Иностранцы. Иностранцы, да? А вас обучали украинские инструктора или же иностранцы? На тот момент, когда я уже поступил в батальон, нас обучали украинские и грузины. Но до моего прибытия в батальон говорили шведы обучали. Ну, то есть по тактике, по стрельбе обучали шведские наемники. Инструктора были шведские. По медицине проводили лекции американцы. Великолепно. А скажи мне, шведы, которые у вас в Ленар-Версе, как только говоришь, они, в принципе, с каким оружием? В основном со снайперскими винтовками? В основном снайперские винтовки. В одного видел, правда, даже две снайперских винтовки. Не знаю, для чего им. Точнее, на вашей стороне находятся иностранцы, которые имеют снайперские винтовки, которые приехали сюда, как на сафари, поохотиться. Также боевой опыт. Боевой опыт, да. Как правило. Не знаю, с какой целью, но по-другому. Вы только что видели фрагмент беседы министра обороны Донецкой Народной Республики Владимира Кононова с военно-пленным. Наше интервью с ним будет готово чуть позже. Сейчас его подготовят для эфира. Но вообще стоит сказать, что военно-пленный из полка АЗОВ говорил о том, что накануне перемирия в полк не поступили инструкции о прекращении огня. Также он рассказал, что полк располагает минометами 120-мм, которые активно применяют. Во время подготовки, во время курса молодого бойца, инструкторы говорят с бойцами, готовят бойцов и идеологически, в частности, читают молитву украинских националистов. А вот что военно-пленный рассказал о том, как вели себя бойцы полка АЗОВ накануне вступления в силу режима прекращения огня. Украина использовала реактивную артиллерию в цели мирных. Правильно я понимаю? Да, использовала. И я так понял, использовали с какой целью. Выстрелить как можно больше, пока перемирие не наступило. И я это воспринял только так. Я понял. Вот в нашем разговоре с тобой ты мне сказал, что у тебя было очень много возможностей выстрелить бойцам в спину, которые находились. Да, у меня была возможность выстрелить ополченцев в спину. Они, получается, продвинулись по улице вперед, заняли там дом, а я был с другой стороны. Несколько раз меня никто не замечал, поворачивались ко мне спиной. Но я не стал стрелять. Подошел, ну позвал сам. Ну и сдался вместе с оружием. Вместе с оружием сдался. Ну, так как ты сдался добровольно, я должен тебя внести в список обмена. Ты собираешься возвращаться? Ну, нет, я не хочу возвращаться служить украинской армии. Вот, и я уже вчера об этом говорил, и сегодня перед камерой прошу, ну, как у вас, как у лица Донецкой Республики, у представителя власти, чтобы меня не передавали украинской стороне. Я лучше буду на исправительных работах на Донбассе работать и восстанавливать ущерб, который украинская армия нанесла. Я понял тебя. Вот еще одно свидетельство того, что в добровольческих батальонах воюют националисты и члены различных радикальных организаций, футбольные хулиганы. Стоит сказать, что вот этот военнопленный отказался, чтобы его включили в список обмена, решил остаться здесь. В частности, заявил, что он готов восстанавливать разрушенные украинской армии объекты Донбасса. Спасибо, Евгений. На прямой связи был наш военный корреспондент Евгений Подумный. Продолжение следует... Продолжение следует...